Мы находимся сейчас с вами в самом сердце перинатального центра. Это индивидуальный родовый зал, куда женщины поступают с предвестниками родов, с родовой деятельностью. Заместитель главного врача по педиатрической помощи Щелковского перинатального центра Людмила Малютина показывает возможности уникальной клиники широкого профиля. Здесь опытные врачи на ультрасовременном оборудовании помогают малышам, появившимся на свет намного раньше срока, сохранить жизнь и здоровье. В центре создана эффективная система родовспоможения. Она включает в себя прием родов, реанимационную помощь и пострадовое сопровождение. Щелковский перинатальный центр – это один из ведущих перинатальных центров Московской области. У нас происходит более 5000 родов в год ежегодно. Рождается преждевременно, появляется на свет более 14%. Почему такой большой процент? Потому что понятно, что в перинатальном центре концентрируется самая тяжелая категория женщин, самая тяжелая категория детей. Из родовой палаты малышей терапежек переводят в реанимацию. Здесь под круглосуточным вниманием врачей дети находятся с первых минут жизни. В отделении на 15 новорожденных нет ни одной свободной койки. В полностью занято отделение. Среди них 7 детей с экстремально низкой массой тела. То есть менее 1000 граммов. Это дети, которые родились у нас в перинатальном центре. Самый тяжелый из них – ребенок. Находится на высокой частоте на салитурной вентиляции. С весом при рождении 700 граммов. Рожден на сроке до 26 недель. С появлением в Подмосковье шести перинатальных центров выживаемость детей с очень малым весом превышает 90% значений на уровне мировых показателей. В Международный день недоношенных детей врачи преподнесли малышам и мамам подарки – вязаные одеяльца и осьминожек. Их щупальца символизирует таким образом пуповину, чтобы малыши в кувезе, находясь, могли хвататься пальчиками, ручками, ощущая себя как будто рядом с мамой. Сегодня из реанимации в палату к мамам переводят двоих новорожденных. Процесс выхаживания детей с весом менее килограмма в перинатальном центре четко отлажен. Вот так выглядит палата, куда поступают малыши с очень малым весом. Для начала их взвешивают на этих электронных весах, а потом кладут в кювесу. Эту кювесу оборудована системой подачи кислорода. За всем следит 24 часа компьютер. В год проходит у нас более 1200 детей. Из них больше половины недоношенных детей. Масса от 500 грамм до полутора килограмм. Ребенок поступает из реанимации в палату совместного пребывания. И мама полноценно ухаживает за ребенком. Неделю назад к маме Татьяне из реанимации принесли торопышку дочку. Преждевременные роды случились на 33-й неделе беременности. Врачи, предвидя события, положили женщину на сохранение. У Татьяны особый случай. Девочка родилась с пороком сердца. Но врачи уверены, с малышкой все будет хорошо. После выписки ребенок некоторое время будет находиться под наблюдением врача перинатального центра. Впрочем, как и другие дети, поторопившиеся появиться на свет. Веронике год и 8 месяцев. Она второй ребенок в семье Маркиных. Родились мы с весом кило 170, ростом 37 сантиметров. Но первые сутки, конечно, были самые тяжелые. Потому что, увидев такое маленькое, было очень тяжело. Мы это все пережили. И так быстро это все прошло, что кажется, что даже было не с нами. Поэтому мы очень довольны, что попали именно сюда. Вероника – самый обычный ребенок. Летом пошла в садик. Со слов родителей, умеет делать все и даже больше, чем сверстники, родившиеся в срок. Поздравляем вас с вашим днем. Растите большие, здоровые и счастливые. В Международный день недоношенного ребенка врачи шести перинатальных центров Подмосковья по ВКС поздравили друг друга с общей победой. Они сохранили жизнь и здоровье тысячам детей. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.